Приветствую, друзья. 22 марта в Москве в Кроквус-Сити-Холле произошел страшный теракт. Вооруженные автоматами террористы расстреливали безоружных людей в концертном зале, а затем подожгли здание. 137 человек погибших, много раненых и пострадавших. Я глубоко сочувствую всем близким погибших и всем пострадавшим в этом теракте. Теракт – это всегда преступление. И нет никаких мотивов или идеологий, которые бы могли оправдать целенаправленное убийство мирных людей. Таких масштабных терактов не было в Москве уже больше 20 лет, пожалуй, с момента захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Мы все задаемся вопросом, а как это могло случиться? Почему это произошло? Где были все многочисленные силовики в этот момент? 25 лет Путин строит полицейское государство под разговоры о безопасности и защите граждан. И вот мы видим, чего стоят эти разговоры. Вооруженная автоматами группа людей легко проникает в крупнейший московский концертный зал и устраивает там бойню. Нам 25 лет рассказывали, что нужно поужаться в политических правах ради безопасности. Ну и где эта безопасность? На кадрах из Крокус-сити-холла видно, что террористы действовали слаженно и подготовленно. Причем даже те, кто попались в конце концов, они спокойно проехали почти 400 километров. Это достаточно продуманная операция. Она явно готовилась какое-то время, в нее были вовлечены много людей. А как же она прошла мимо спецслужб? Ведь у нас силовиков в стране, перечислять устанешь. У нас национальная оборона – это треть бюджета страны. Где это все? Почему у нас в столице государства можно провести диверсионную операцию, и никто к этому не готов? Терракт в Крокус-сити-холле шел в прямом эфире. Мы все видели видео оттуда практически в тот же момент, когда все это происходило. Стрельба, пожары, взрывы. Наверное, не у меня у одного была мысль. А где полиция? Где спецназ? Где Росгвардия? Отряд быстрого реагирования был на месте только через час с чем-то после первых сообщений о терракте. Когда террористы уже давно покинули здание. Менты, сидевшие в соседнем доме, похоже, просто слились. Прибыв к Крокусу, силовики еще какое-то время топтались на месте и не пускали внутрь спасателей и врачей. А в это же время люди задыхались от дыма. Насколько сейчас становится понятно, большинство погибло из-за пожара. И почему же даже спустя часы после теракта из всех силовых начальников на месте преступления виден лишь глава Следственного комитета в нелепом для его должности и города камуфляже? Ответ на это просто. Силовики в России – это не про безопасность. Это смесь тайной полиции и карательных отрядов. Единственная задача всей этой гигантской силовой машины – это обеспечение путинской власти, а не безопасности граждан. Террористы для путинского режима – это не бородачи с автоматами в концертном зале, а писатели, активисты и журналисты, которые выступают против его власти. Если посмотреть на статистику дел по терроризму, то их количество невероятно выросло за последнее время. Но кто фигуранты? Студенты-анархисты, антивоенные активисты, оппозиционные политики, независимые журналисты и протестующие против войны граждане, писатель Акунин, например. Люди, которые угрожают вовсе не обществу, а безраздельной путинской власти. И как-то, знаете, до настоящих террористов и реальной защиты населения и спецслужб просто совершенно не остается времени. Мы все видим и читаем истории, как пришедших на митинг, на пикет или на похороны Навального людей вычисляют по камерам наблюдения, затем распознают лица, пробивают по базам, затем звонят, пишут или присылают повестки. Это большая репрессивная работа. Сколько человек часов нужно, чтобы выследить одного человека, пришедшего, например, на похороны Навального или написавшего на бюллетене для голосования нет войны? Понятно, тут уж не до настоящих террористов. В организации проведения теракта обвиняют группу завербованных в интернете таджиков. Ну, допустим. Ну, тогда одну из двух. Или группа из непрофессиональных отморозков. Сначала где-то под носом у ФСБ раздобила оружие, провела эту днисцировку, свободно приехала в концертный зал, устроила там войню, а потом на той же машине отмахала 400 километров сквозь все кордоны и системы перехват до Брянска, где была задержана какими-то кадыровцами. Ну, или нам безбожно врут. И теракт устроили и провели какие-то другие люди. То есть, либо все спецслужбы страны настолько непрофессиональны, что им нужно просто пустить себе пулю в лоб, либо они скрывают реальных террористов. Оба варианта, как говорится, хуже. А что еще хуже, так это то, что о теракте предупреждали. Американцы оповещали российские спецслужбы об опасности теракта в Москве, называли ИГИЛ как организатора. Ну и как на это отреагировали в Кремле? Это, мол, неправда, а лишь попытка омрачить радость народа от переизбрания вождя. Для Путина политическая линия на противостояние с Западом важнее безопасности собственного населения. Поэтому он называет предупреждение шантажом и ничего не предпринимает для защиты граждан. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество. Такая же информация о готовящемся со стороны ИГИЛа о теракте была у спецслужб Австрии и Германии. Они не стали говорить об американском шантаже, а проверили информацию и арестовали подозреваемых и предотвратили теракты. У демократии много недостатков. Но в демократических странах безопасность избирателей – это высший приоритет. Хотя бы потому, что если эту безопасность не обеспечивать, то на следующих выборах пролетишь со свистом. Московский теракт случился прямо после так называемых президентских выборов. ЦИК объявил победу Путина на выборах с рекордным результатом – 87% голосов при 77% явке. Обе эти цифры – не просто результат вбросов. Они нарисованы. Эти проценты не имеют никакого отношения к реальности. И, скорее всего, в рамках этой электоральной спецоперации результат Путина завысили не меньше, чем вдвое. Путин сам себе отбирает соперников на этих якобы выборах и намеренно сделал так, чтобы ни одного приличного кандидата в списке не было. Чтобы голос за любого из участников был бы неприемлемым для многих компромиссом. Но Путин вообще не имел никакого права принимать участие в выборах. Это будет уже пятый срок Путина во главе государства. Путин находится у власти 25 лет, что впрямую противоречит концепции сменяемости власти и запрета на зурпацию, заложенных в Конституции. Ради того, чтобы и дальше оставаться у власти, Путин переписал Конституцию под себя. Руками Терешковой обнулил предыдущие сроки. Эти изменения не имеют вообще никакого значения. Они незаконны. А еще, прямо накануне выборов, он убил главного публичного оппозиционера страны и своего реального конкурента Алексея Навального. Путин убийца и преступник, который настолько боится политической конкуренции, что лишает своих соперников и оппонентов жизни и свободы, поскольку понимает свою слабость. Путин прекрасно понимает, что не избиратели обеспечивают его власть, а лояльные силовики, послушные избиркомы, пропаганда и друзья-ворюги. И поэтому безопасность граждан не только не приоритет, но и вообще малозначимый для него фактор. Мы это видели все 25 лет его правления и увидели еще раз 22 марта в Крокус-Сити-Холле. Оппозиция много сделала, чтобы предъявить обществу реальный уровень неподдержки Путина. Ту картину, которую тщательно скрывает Центральная комиссия по фальсификациям имени Эллы Памфиловой. Миллионы россиян увидели очереди на участке в полдень 17 марта. Очереди, которые никак нельзя объяснить, кроме как протестом против Путина. Очереди, которые объединили очевидно значимую часть общества. А потом эти же самые миллионы россиян увидели официальные путинские 87%. И они не могут не понимать, что это не просто фейк, не просто фальсификация, а тотально нарисованные результаты. В этом смысле решение поставить безумный рекорд по голосам за Путина сыграло против него, не усилило, а ослабило легитимность. Огромные очереди стояли у посольства России буквально по всему миру. Так в Лондоне очередь желающих проголосовать растянулась на километр. Путин не является законным президентом Российской Федерации и не может представлять нашу страну. Но, несмотря на очевидную для всех нелегитимность, Путин все же продолжает оставаться у власти. И я вижу, как многих это деморализует и вгоняет в апатию. Ну, действительно, при жизни одного поколения Россия начинала как относительно свободная, европеизированная, современная страна, а заканчивает как гибрид Ирана и Туркмении, с идеологическим мракобесием и приближающимся к 100% голосами за пятый срок вечного вождя. Уверены в себе, в своих силах и в своем будущем. Я согласен. Эти, оторванные от реальности, издевательские 87% могут вогнать в депрессию и лишить надежды. Особенно на фоне войны, усиливающейся репрессии, убийства Навального. На фоне тотальной пропаганды, которая даже чудовищный теракт, произошедший вследствие путинской недееспособности, будет использовать в его пользу. А вы вообще осознаете, что американцы все знали и сделали все возможное, чтобы этот теракт произошел? Живущие в России не могут не думать, что этот кошмар еще минимум на 6, а то и на 12 лет. Вынужденные мигрировавшие начинают подсчитывать, а сумеют ли они вернуться и увидят ли еще когда-нибудь свою страну. У меня на это совершенно другой взгляд. Авторитарные и диктаторские режимы имеют свою логику и последовательность развития. Они часто проходят одинаковый путь через одни и те же стадии. 87% нарисованных Путину показывают, что его режим проскочил пару остановок. Станцию Лукашенко этот поезд уже проехал. Теперь находится на станции Туркменбаши. А это значит, что конец-то его не за горами. Как минимум ближе, чем мы думаем. Я знаю, 87% звучит как приговор. Типа даже если 87% тупо нарисовали, то режим столь силен, что может позволить себе использовать любые фальсификации. А значит, при нашей жизни ничего не изменится. Это не так. Как показывает история, сильные так называемые режимы, которые нарисовали себе близкий к 100% результат, порой рассыпались в считанные дни. Чаушеску, Каддафи, Хусейн – они все верили во всенародную поддержку, которую сами себе нарисовали. Они теряли связь с реальностью, допускали ошибки и в конечном итоге рассыпались. Так будет и с путинским режимом. И это случится точно раньше, чем закончатся его обнуленные возможности по занятию высшего государственного поста. Это будут нелегкие времена. Но от каждого из нас будет зависеть, как быстро наступят перемены. Важно понимать, что путинский режим – это не просто абстрактная диктатура и отсутствие демократии. Этот режим – прямая и реальная угроза для каждого. Не только для активистов и оппозиционных политиков, но и просто для аполитичного обывателя, решившего пойти на концерт. А главное, для перемен нужно на самом деле не так много. Получать честную информацию, делиться ей со своим окружением. Путин – нелегитимный президент, а представляющий угрозу для страны узурпатор. Чем быстрее это станет всеобщей точкой зрения, тем быстрее падет режим. Счастливо вам. Путин уйдет. Важно дожить до этого момента нормальным человеком, а не записаться в ублюдки ради денег и карьеры.